Давайте начинать. У нас сегодня небольшой семинар, который посвящен Xemarin. Я расскажу, что это такое и как это может быть применено для разработки мобильных приложений. Вначале небольшое такое введение вообще в мобильную разработку и какое место Xemarin может в этом направлении занимать и, собственно, занимает. Вы знаете, что мобильная разработка сейчас очень популярна под мобильные устройства, потому что мобильные телефоны, которые смартфоны, сейчас есть уже практически у всех. И, например, если взять статистику пользователей интернета, то сейчас уже больше половины пользователей, которые заходят на различные сайты, то есть пользователи интернета, это люди, которые выходят с мобильных устройств, пользуются сервисами интернета с мобильных устройств. На рынке мобильных устройств у нас есть два крупных игрока. Это, собственно, компания Google с операционной системой Android и Apple со своим iOS. Есть еще Windows Phone, но он скорее мертв, чем жив. Microsoft пыталась, Microsoft, как обычно, прошляпила рынок мобильных устройств. Вот, она пыталась выйти на него, купила, как вы помните, давно Nokia. Вот, сделала собственную версию. Windows там даже метроинтерфейс разработала заточение под мобильные устройства. Ну, в общем, ничего из этого Microsoft не получилось, по большому счету. Вот, а на рынке два основных игрока — это Android и, соответственно, iOS. Ну, исторически первым-то была компания Apple со своим iOS, но Google смогла значительную часть рынка с Android отъесть. Ну, причин тому несколько. Во-первых, политика Google была другая. Он разрешил создавать сторонним производителям устройств. То есть, Google фактически это всего лишь, ну, производитель операционной системы, а устройства под нее может делать много кто. В то время как с iOS операционная система работает только на устройствах Apple и больше нигде. А Android на базе Linux, правильно? Да, ну, технически, технически Android построен на базе Linux. То есть, модифицированное было взято ядро Linux, ядро. Вот. И, значит, оно было модифицировано и использовано. Но все остальное, а почему я говорю ядро, потому что вся остальная часть, она написана Google. В частности, основным способом разработки под Android является использование языка Java и, соответственно, API на Java. То есть, программный интерфейс при разработке обычных приложений под Android, он на Java, собственно. Да, нет, ну, там есть, есть там возможность создавать нативные приложения, да, и даже не на Java, и даже на C, вот. Но это весьма такая специфическая область, да, подавляющая большинство приложений под Android, они, конечно, пишутся на Java. Вот. Собственно, мы подошли к главной проблеме, главной проблеме разработки под мобильного устройства, это серьезные различия разработки под каждую платформу. Еще одна проблема – это различие в организации того же пользовательского интерфейса. То есть, вот я говорил сейчас про API в смысле программный интерфейс, но вообще-то различаются построения и пользовательского интерфейса. То есть, даже если мы хотим, грубо говоря, на двух вот телефонах, один на Android, другой там на iOS, да, сделать похожий интерфейс, нам фактически этот интерфейс придется дважды делать. Это вот, ну, хорошо его дизайнер один раз спроектирует, да, там, красивую картинку нам нарисует, а человек, который будет непосредственно делать, значит, интерфейс, ему придется его реально делать дважды. Это, кстати, ответ на вопрос, почему пользователи разных мобильных платформ должны дважды платить за одно и то же приложение. То есть, грубо говоря, человек там на Android купил какую-нибудь игру, да, потом поменял телефон на iPhone, ну, или наоборот, да, и там эту игру он вынужден покупать опять. Хотя вроде бы разработчик один, компания-разработчик один, он задает вопрос, ну, а почему я дважды должен платить? Я же платил уже за это. А вот, ответ очень простой, потому что фактически компания-разработчик дважды писала эту игру. Вот, должна была писать просто для двух разных, значит, операционных систем. То есть, либо две команды разработчиков, либо одни какие-то универсальные разработчики, но это тоже такая штука, да, потому что вообще разработчики, люди такие увлеченные, когда они погружаются во что-то, да, там, то их переключать на проект в другой среде, с другим API, им весь их ход мыслей ломается. Поэтому это, конечно, очень и очень неудобно. Ну, а пользователи? Пользователи, они же таких различий как бы не знают, да, поэтому у них возникает вопрос. Вот, естественно, возникла давно идея попытаться как-то совместить разработку, сделать так, чтобы мы, разрабатывая мобильное приложение, разрабатывали его один раз, а потом могли, ну, в идеале нажать им кнопочки, получить приложение под Android, под iOS и под WinFord заодно. Вот, в идеале хотелось бы так. Ну, идеал, конечно, никогда не достижим, но, тем не менее, вот как раз Zemarin такую идею и реализацию такой идеи, собственно, и предлагает. Zemarin, вот его название, ну, если правильно читать, то с ударением на первый слог Zemarin, да, но на самом деле кто как произносит Zemarin, кто-то говорит, там Xamarin, кто-то говорит и так далее. Ну, правильно вообще, если англоязычных спикеров послушать, они говорят Zemarin. В чем заключается идея Zemarin? В том, что вы разрабатываете приложение один раз, используя одну среду разработки, ну, это либо в Visual Studio под Windows, либо там тот же MonoDeveloper под Linux, либо недавно относительно появилось в Visual Studio для Mac, ну, с Mac'ом свои особенности. Вот. Главное, что вы используете один язык, C-Sharp, разрабатывая приложение под все три мобильных устройства. На самом деле вы можете использовать не только C-Sharp, но и другие языки, которые есть на платформе .NET, потому что это все из .NET выросло. Ну, например, какой-нибудь F-Sharp, функциональный язык, если он вам вдруг понадобится в мобильном приложении и так далее. Вот. То есть, в принципе, в процессе разработки вы создаете единый код для всех платформ. Но! Но! Идей-то вообще таких с единым кодом было много. В частности, существуют там решения, которые позволяют на скриптовых языках писать тоже единые приложения, там, на JavaScript. Но у всех этих решений есть один существенный недостаток. Когда вы пытаетесь скрестить уже с ежом, ничего хорошего не получается. То есть, там ежу приходится иголки обрезать и так далее, чтобы это хоть как-то скрещилось. То есть, технически это приводит к тому, что вы функционально сильно ограничены. Вот. В Xemarin эту проблему попытались решить с помощью предоставления... То есть, кроме написания общего кода, вам Xemarin предоставляет прямой доступ к нативному API каждой платформы. То есть, в Xemarin есть отдельные подсистемы, субплатформы их называют. Они так и называются. Xemarin.Android, Xemarin.Mac, Xemarin.iOS. И они предоставляют, соответственно, возможность вашему приложению отправлять запросы к прикладным интерфейсам конкретной операционной системы. То есть, в принципе, вы с одной стороны можете использовать только одну субплатформу, допустим, только под Android. Ну, вы будете под Android разрабатывать, да, только. Да, да. А можно, а можно сделать универсальный проект. Ну, технически он, допустим, в студии на самом деле будет, в Солюшен, состоять из нескольких проектов. То есть, общий проект, да, и проекты для каждой из подсистентов. А под Android, под iOS и под Mac. В общем проекте вы, например, можете сделать общий код. Вот. А в каждом из проектов для подсистемы, собственно, вещи специфичные для каждой, соответственно, подсистемы. То есть, с одной стороны, у вас сохраняется возможность общий код написать в одном месте один раз на одном языке C Sharp. А с другой стороны, у вас остается возможность воспользоваться функциями специфичными для конкретной операционной системы. А на каком языке они тогда? На C Sharp тоже, на C Sharp. Ну, на любом из языков, в .NET, точнее. Нет, на C Sharp. Да, они, вот, собственно, вот эти подсистемы, они являются прослойкой. Они являются прослойкой между вашим C Sharp кодом и API конкретной операционной системы. А код вы пишете на C Sharp. Вот. Следующий важный момент – это проектирование интерфейса. С интерфейсом тоже ведь свои неприятности. Какие с интерфейсом неприятности? Я говорю, имеется в виду с пользовательским интерфейсом. Его тоже, даже если его, вот, нам дизайнер один раз спроектировал, его нужно, что называется, верстать в каждой платформе по-своему. Чуть ли не собственные там языки для этого используя. Здесь в Замарине тоже есть решение, которое называется zemarin.forms. Вот. Идея его заключается в том, что вы интерфейс проектируете один раз, да, используя xml-ную разметку. Да, похоже на замин, похоже на замин. Ну, он там очень похож, скажем так. Очень похож. А этот zemarin.forms будет у вас работать на каждой платформе. То есть он будет превращаться в элементы управления каждой платформы. Ну, конечно, это не позволяет полностью использовать возможности каждой платформы, но за счет подсистем вы можете контролы специфичные для каждой платформы тоже задействовать. Но это придется делать уже в отдельных проектах. Значит, где и как ведется разработка? Ну, изначально zemarin был как бы отдельными компонентами, представлялась отдельные компоненты, которые можно было там к студии подключать, еще даже к 12-й можно было студии подключить. Ну, а если брать современную студию, 2017-ю, то там эти компоненты уже входят в состав. Вот, причем, ну, вы наверняка знаете, что профессиональные версии студии, они там денег стоят, но у нас есть комьюнити эдишн студии, и там тоже возможности такое. 2017-й есть, например. Да, да, комьюнити эдишн и возможности, соответственно, мобильной разработки там тоже сохраняются. Студия, ну, наверняка знаете, берется с сайта, сейчас я вам даже открою, usualstudio.com, вот, очевидный сайт, вот, и отсюда ее можно вот скачать. Вот она, комьюнити эдишн 2017-й. Единственное, только она, конечно, выросла до каких-то просто непотребных размеров, там полная установка больше 50 гигабайт, а вот, но что делать, что делать? Ну, в принципе, вы перед установкой, там установка онлайновая, да, вы выбираете компоненты. Там есть отдельные компоненты, мобильная разработка, разработка Zemarin, вот, вы, соответственно, эти галочки ставите обязательно. Вот, где еще можно вести разработку? Ну, если в Unix-системах, то можно использовать Mono-девелокер. Ну, вообще, с Mono-ситуация интересная, да, взаимоотношения Mono и Dotnet-а. Значит, ну, история такая. Dotnet у нас всегда существовал только под Windows, да, вот как он в 2000 году появился, так Microsoft его развивала в рамках своей экосистемы Windows. А на Linux смотрел свысока и считала его, типа, недостойным для того, чтобы Dotnet туда портировать. Но Dotnet на самом деле многим нравился, как таковой, допустим, тот же язык C-Sharp, он очень удобен. Вот. И появились проекты портирования Dotnet-а, уже не имевшего, не имевшего отношения к Microsoft-у, портирования в Unix-систем, ну, в частности, в Linux. А известный такой проект – это Mono. Вот. Когда-то он создавался чуть ли там не студентом, а вот дальше развивался. Развивался он самостоятельно какое-то время. Он действительно, вы правильно говорите, он отставал по версиям. То есть, когда уже выходил там Dotnet, там, версии 4, 4, 5, там Mono была на уровне 2.0. Но Microsoft где-то года полтора назад сделала там серьезный разворот. Она поняла, что Windows дело не ограничится. Вот. И приняла решение изменить архитектуру Dotnet-фреймворка. То есть, во-первых, он стал там модульным, так, между прочим. Там появился Dotnet-коры. И самое главное, оно решило перенести эту платформу разработки, в том числе и на Unix-системы. Вот. Но, как обычно Microsoft делает, она, собственно, соединилась с Mono. Вот. То есть, Mono стала официально поддерживаться. Вот. И сейчас уже это объединенные такие решения. Ну, по крайней мере, Microsoft стремится к такому объединению. То есть, теперь это уже не какой-то проект там левый какого-то студента. Это уже полноценный проект, на котором можно базировать серьезную разработку. А Xemarin это сейчас тоже Microsoft? Но, по-моему, тоже не начинали. Да. Xemarin тоже начинался. Я же говорю, таких проектов было несколько. Вот. И изначально он не был частью той же студии. Он отдельно шел. Отдельно шел. Он задействовал тоже Mono. Вот. Он к Mono-девелоперу. Ну, то есть, среда разработки, которую вот тоже создавали под Linux, да. Для разработки на Mono. Вот. Он Xemarin там. К нему тоже дополнительно ставится. Вот. Ну, а сейчас уже Microsoft решила все это дело поддержать. Ну, потому что у Microsoft их мобильная платформа не пошла. Все стало там плохо. Ну, а терять рынок совсем не хочется. И есть большое... Дело в том, что есть большое количество разработчиков, которые... Для которых основным инструментом является Visual Studio и язык США. Ну, Microsoft решила этот рынок не терять. И вот так вот сподвигнуть их на разработку мобильных приложений. Если уж не под Windows Phone, то хотя бы под Android и iOS. Но Windows Phone, кстати, поддерживается. Он продолжается поддерживаться. Microsoft сделала Universal Windows Platform. Вот. И в Замарине оно тоже используется. Это вот последнее, что Microsoft предлагает для создания приложений под Windows 10. Вот. И в Замарине оно тоже используется. То есть там вот эти три подсистемы присутствуют. Это Android, Mac, Zemarin.Android, Zemarin.Mac и Zemarin.UVP. Ну, сейчас вы, кстати, увидите даже в Солюшне там такой проект. Universal Windows Platform называется. Да, это под Windows Phone. Да, это под Windows 10. Это не под Windows Phone. Это под Windows 10, да. У Microsoft сейчас пытается это все соединить в единую линейку. То есть типа единая. Ну, не знаю, что из этого получится. Но вот с точки зрения разработки это вот они пытаются сделать. Сделали уже универсальную платформу. Платформа называется Universal Windows Platform. Вот в студии там, если посмотреть на шаблоны проектов, там есть такой вид проекта. Ну, сейчас увидите, кстати. Я вам покажу. Вот такая история взаимоотношения .NET с Mono. Ну, и, соответственно, если вы хотите там на Linux разрабатывать, то, наверное, Mono Developer вам поможет. Сейчас я вот даже могу вам открыть страничку. Вот он, Mono Developer. Он тоже существует там и на MacOS, и на Windows, и на Linux. И вот обратите внимание, вот они пакеты. Замариновские. Тоже здесь присутствуют. Вот. Правда, есть определенная особенность создания приложений под Mac. То есть, да, вы можете писать код на, ну, под iOS, под iOS, да. Вы можете писать код во Visual Studio, но вы на Windows, который у вас работает, но вы не получите финальный программ. У Apple, у него же очень строгая политика. Да. У него, допустим, все приложения должны быть подписаны. Да. Вы там должны иметь аккаунт соответствующий на цифровые подписи и прочее. И Apple исходит из того, что разработка приложений под iOS должна вестись только на Mac. То есть, официальные инструменты только на Mac. Вот. Поэтому, если у вас вот есть просто Windows, вы можете создать проект под системой Xemarin.Mac. Вот. Но конечного приложения вы не получите. Вам нужна система разработки на самом Mac. Вот Microsoft недавно выпустила в Visual Studio. Раньше там использовали Xcode с соответствующими там дополнениями. Сейчас у Microsoft есть в Visual Studio for Mac. Его тоже можно скачать вот с сайта в usualstudio.com. Идея в том, что вы должны физически иметь машину с Mac. Вот. При этом разработку, разработку вы все равно можете вести под Windows. Там даже есть такая возможность, как установить связь. Давайте сейчас попробуем. Не, не импортировать. Его даже не надо импортировать. Вот. Там идея в том, что на Mac работает некий агент, с которым взаимодействует ваша студия. Вот. Вы с этим агентом устанавливаете соединения. Ну, по сети, например. И вот он использует. Вот. То есть, технически, технически. Там происходит следующее. Вот я делаю здесь разработку. Вот у меня тот проект, да, там iOS, вот эта подсистема. При компиляции делается экзешник, там бинарник, который отправляется на Mac вот этому агенту. Тот его перекомпилирует в нативное приложение iOS-овское. И там запускает на эмуляторе. Вот так. Но разработку я в исходном коде веду здесь. Но конечное приложение я вот здесь получить не могу. Можно даже это в виртуальной машине запустить. То есть, в принципе, никто не мешает вам на Windows запустить виртуальную машину. Ну, гипервизор, да. Загрузить туда образ MacOS-а, который можно взять спокойно в интернете. Туда поставить этого агента, там Visual Studio for Mac, например. Установить связь между реальной виртуальной машиной. И вот вы будете на виртуальной машине получать конечное нативное приложение. И там его и запускать в эмулятор. А разрабатывать будете здесь. Но это вот эта особенность из-за политики Apple. Из-за политики Apple. С Android такого нету. С Android такого нету. Поэтому приложение Android-овское, оно может быть запущено прямо здесь. Но, естественно, в эмуляторе. С эмулятором тоже есть особенности. Ну, во-первых, в Visual Studio для разработки под Android. Вот это подсистема Xemarin Android. Она, естественно, использует SDK, который предоставляет Google. А вот если брать обычную разработку под Android, то мы берем среду разработки, там, Eclipse, или сейчас есть, собственно, Android Developer, да. Они используют, или что он там, Android Studio, Android Studio, да, заговариваться. Android Studio. Вот, они используют SDK, официальный SDK, который скачивается. Собственно, в студии это SDK тоже задействует. Его вот здесь вот можно даже и сконфигурировать. Вот он, SDK Manager. Вот он, да. Вот, соответственно, мы здесь все необходимые средства ставим. Вот он мне тут предлагает кучу всего обновить. В состав этого SDK входит необходимые средства для разработки, и в том числе эмулятор, эмулятор, эмулятор Android. Ну, можно не пользоваться, если у вас реальное устройство есть, да. Можно, есть несколько эмуляторов. Значит, здесь с эмулятором какие особенности? У нас ведь с вами реальное устройство, они используют процессоры на архитектуре ARM, так называемой. А вот, в принципе, есть эмуляторы, это архитектуры, и у нас, допустим, под Windows. Но он работает медленно, потому что у нас под Windows-то процессоры x86. Вот, поэтому есть такая штука, как эмулятор Android, использующий архитектуру x86. А для того, чтобы он быстрее работал, Intel, компания Intel, сделала специальный драйвер, который называется H-AXM, по-моему. Вот так вот есть такой драйвер. Он сильно, на самом деле, ускоряет работу этого эмулятора. И вот, когда мы, допустим, хотим запустить из той же студии вот в подсистеме Android, вот здесь мы как раз можем выбрать, вот обратите внимание, у меня тут несколько эмуляторов установлено. Вот есть ARM-овские эмуляторы. Они работают весьма медленно. Весьма медленно. Это все жутко тормозит. А вот есть эмуляторы на основе x86 процессора. Если нормально установлен драйвер Intel, который я сказал, а он, кстати, ставится вместе с студией, когда студию будете ставить, там где-то в конце, как одно из компонентов, там вы найдете этот драйвер. А вот, то будет поприятнее, на самом деле. Покажу. Это Intel-овская разработка. Вот он. Вот есть такая статья там на сайте Intel. Вот его название, да. Вот его название. И, ну, вот здесь как раз расписано, как убедиться в том, что используете вы его, там не используете и так далее. Впрочем, вы это сразу увидите по скорости работы вашего эмулятора. Используется он или нет. Там, правда, есть ограничения. Он, по-моему, работает только на процессорах, в которых есть функция виртуализации специальная. Вот, но в современных процессорах, ну, в современных процессорах есть, да. Если взять какой-нибудь там компьютер, там, 5-6-летней давности, вот тут вопросы могут возникнуть. Нет, судьи это запустятся, но работать будет жутко медленно. Вот, поэтому всегда полезно убедиться, что у вас вот этот драйвер присутствует, что он работает и что он задействован для этого самого эмулятора андроида. Значит, что еще полезно знать про Xemarin, да. То есть, ну, я сказал, что вот в Xemarin есть такая компонента, как Xemarin.Forms, которая позволяет нам один раз разработать пользовательский интерфейс и затем его на разных платформах увидеть. Ну, там преимущество не только в этом. Xemarin.Forms на самом деле еще поддерживает такой шаблон разработки, как MVC, точнее, его частный случай, MVM, Model View, ViewModel. А вот это очень полезно при создании приложений с пользовательским интерфейсом. Такая очень популярная сейчас штука, в отличие от, как говорят, Event Driven приложений. Ну, пару слов об этом шаблоне. Шаблон MVC расшифровывается по первым буквам Model View Controller. Идея его в том, что у вас в программе при создании пользовательского интерфейса в явном виде выделяется три набора сущностей. Модели, которые описывают структуры данных, представления вьюшки, которые описывают непосредственно пользовательский интерфейс, и контроллеры. А вот контроллеры состоят из набора действий экшенов, то есть кода, который, собственно, связывает представление и модели. То есть берет модели, заполняет их данными, например, и подсовывает вьюшкам. Частный случай MVVM, Model View, ViewModel. Когда у вас контроллер вырождается во ViewModel. Ну, там такая особенность, что модель у нас обычно описывает структуры данных предметной области, а то, что вы видите на экране, может иметь другие структуры. Вот переходником между моделью и данными на представлении является ViewModel. То есть ViewModel – это уже структуры данных непосредственно для отображения на экране. В то время как просто модели – это структуры данных предметной области, не завязанные на отображении. Ну, я сейчас сильно вдаваться в это не буду, просто скажу, что Xemarin.Forms, оно подталкивает вас к использованию MVVM. То есть фактически вот та самая Xemarin.Forms разметка, XML-ная, это вьюшки представлений. И вы с помощью Data Binding, связывания с данными, можете подсовывать там модели, вью-модулы точнее, к ним. Это Presentation Foundation. Да, ну, да, аналогичные. Да, на самом деле аналогичные, вернее, те же самые паттерны проектирования пользовательского интерфейса используются и в других библиотеках. Windows Presentation Foundation, JavaFX, если взять, там же тоже вас подталкивают к использованию этого паттерна проектирования. Так, дальше. Несколько слов относительно вот написания общего кода. Тут тоже есть несколько вариантов. Самый простой вариант, вот как у меня здесь в студии, когда делается один общий проект и проекты для подсистем. Вот, но это самый простой вариант, но проблемы начинаются, когда вы в общем проекте начинаете использовать вещи специфичные для каждой подсистемы, и вам приходится вставлять там условные компиляции. То есть, когда мы компилируем под это, значит, вот это работает, это не работает, там и так далее. В результате он становится запутанным. Вот, другой вариант это использование так называемого Portable, так называемый Portable Class Library, или как ее называют по первым буквам Pickle сокращенный. Вот, она дает разработчикам возможность для создания библиотеки классов, рассчитанной на разные платформы. Она, ну, она фактически, то есть, эта библиотека является такой опорой, да, для которой, ну, вот представьте, у вас есть несколько API, да, она позволяет вам сделать перекрестное API. Но чем более широкий набор платформ, тем меньше у вас получается перекрестное API. Вот, там появилась сейчас еще одна новая штука, называется .NET Standard. Это как бы вещь, которая идет на смену вот этому Pickle PCL. То есть, по идее, там задача, что вы получаете полноценную кросс-платформенную библиотеку, которая, значит, в любой из средств может быть запущена. Там, что в Mono, что в .NET Framework, что в .NET Framework Core, что в .NET Core, да, который не только под Windows, но и в Unix системы. Вот, что еще полезного можно сказать? Кроме основных библиотек Xemarin'а, можно использовать различные дополнения, которые, во-первых, можно в студии ставить с помощью пакетного менеджера Nouget, который позволяет подключить множество полезных инструментов, то есть, чтобы не изобретать велосипед. Есть так называемый магазин компонентов, компонент он называется, магазин компонентов, это такая галерея библиотек с менеджером для Xemarin'а, менеджером платформ для Xemarin'а. А вы можете, например, одной-две штуки привезти? Что это такие за компоненты, что они позволяют делать? Там совершенно разные вещи. Там, допустим, взаимодействие с веб-сервисами и так далее. А, то есть, некие готовые модули, типа NINJET, например? Да, да, например, реализации каких-нибудь шаблонов, да, тот же NINJET и прочее. Есть еще плагины к самому Xemarin'а, они тоже там очень удобные. Они доступны либо в виде вот этого PICLE библиотек, либо новые в виде вот этого .NET стендарта. Их тоже можно, кстати, через Nouget Package Manager поставить. Ну, если кто не знает, давайте, вот здесь у нас есть Nouget Package Manager, да. Давайте для Солюшна сейчас я его запущу. Правая кнопка. Вот здесь брауз. И, пожалуйста, набирайте нужное вам, допустим, взаимодействие с JSON, да. Вам нужно с каким-нибудь сервисом по JSON взаимодействовать. Вот, пожалуйста. И так далее. В общем, их тут много. Они позволяют к Солюшну или к конкретному проекту добавиться. Вот, есть, ну, какие есть еще библиотеки? Допустим, есть библиотеки такие более серьезные. Ну, например, там Monogame. Она заточена на разработку двумерных и трехмерных игр под моно. Вот, соответственно, в Xemarin'е вы тоже можете ее задействовать. Monogame называется. Есть, допустим, библиотеки для визуализации, там, двумерные графики рисовать и так далее. Ну, давайте посмотрим, собственно, примерчик, как вообще ведется разработка, как начать разработку в студии. Секундочку, можно? Да, конечно. Смотрите, есть ли сервер, на котором установлен Windows Communication Foundation. На Xemarin, если я пишу, я могу соединяться с этим сервером? То есть, вызывать в него методы? Смотрите, если у вас есть сервер, на котором работает у вас на WCF, написано сервисы. Значит, смотря какие точки доступа вы предоставили. Ну, любые, ITC, HTTP, это позволяет вызывать методы на это, да? Конечно, вы же можете при разработке на Xemarin'е в студии пользоваться всеми возможностями Дотнета. В частности, вам тот же WCF доступен, он вам понадобится для создания прокси. То есть, если вы с сервисами WCF собираетесь работать, вам нужно на клиенте сделать прокси. Ну, так вам это доступно, да? То есть, вы делаете, как и в обычном Дотнета-приложении, вы делаете прокси, только у вас это в рамках вашего мобильного приложения. А за счет кроссплатформенности это будет работать и в Андроиде, и в iOS. Не надо велосипед изобретать, очень удобная штука. Ну, давайте посмотрим, посмотрим, значит, как это все должно работать. Я тут, правда, уже все запустил и создал, но потому что это все тут медленно, конечно, ворочается. Вообще, сразу скажу, что, чтобы это не сильно тормозило, нужно на компьютере побольше памяти, то есть, обычно не менее 8 гигабайт и желательно SSD. Там, на самом деле, больше даже к жесткому диску требования. То есть, если там не SSD, то вот он шуршит, 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 шуршит. Вот, все это не очень приятно. Ну, как создается проект? Давайте посмотрим. В студии, если вы поставили необходимые компоненты, у вас, соответственно, есть шаблоны для создания проектов. Кстати, обратите внимание, есть шаблоны для создания проектов с использованием только одной подсистемы. То есть, вот, допустим, я выбираю здесь Android, он мне задействует только одну подсистему. Или, допустим, iOS, соответственно, тоже только одна подсистема. А вот если выбрать кросс-платформ, то он мне, соответственно, предложит, он, вернее, сразу в Солюшене создаст основной проект. Основной проект и для трех подсистем. Это, собственно, iOS, Android и вот это UVP, Universal Windows Platform. Да, да, платформ. Вот он. Значит, ну, здесь можно выбрать, либо вы само приложение создаете, либо вот вы PCL библиотеку создаете. Ну, давайте я попробую добавить. Здесь можно указать шаблон, там, пустой или мастер-детейл. Вот, обратите внимание, как вы будете проектировать UI, сразу можно выбрать, хотя это можно потом как бы изменить. Вот, либо вы Zemarin.Forms используете, либо нативные. Но нативные придется под каждой своей делать тогда. Да, да. Но вы можете сделать так, то есть, какой-то общий UI, да, с общими контролами Zemarin.Forms один раз, да. Если хотите что-то специфичное, вы вынесете. Ну, опять же, как вы будете вот общий код проектировать, либо общий проект, как я говорил, либо вот PCL. Сейчас я создавать не буду, потому что это у меня тут долго будет создаваться. Я, на самом деле, создал тут уже где-то solution. Сейчас я его попробую открыть, чтобы время не терять. Так, где-то он у меня тут был. Документы. Проекты вот здесь вот. Вот. Вот что он нам создает. Значит, смотрите, здесь 4 проекта. Вот этот проект, это общий проект, видите, он вот таким вот значком обозначен. Вот здесь как раз общие вещи, общий код и общий интерфейс, как раз с использованием вот этой Замелевской разметки. Сейчас мы это посмотрим. И проекты для каждой подсистемы. Сейчас один момент. Проекты для каждой подсистемы. Вот они, Android, iOS, UVP. Он по умолчанию, кстати, сделал стартап под Android. То есть у меня будет запускаться сейчас эмулятор Android. И в него загружаться это приложение. Ну вот под iOS там и так далее. На самом деле вот он когда создает, я сейчас не стал по шагам проходить. Он для iOS появляется там окно типа давайте установим соединение вот с этим агентом на Mac. Но у меня его тут нету, у меня ни мака нету, ни виртуальной машины с маком нету, поэтому все равно. Но это можно просто пропустить, можно просто пропустить. Да. Нет, он его, он соберет, он соберет. Но это не конечное приложение мака. Его надо в нативную форму мака перевести, а это может сделать только мак официально. А этот агент по умолчанию в систему маков? Нет, конечно. Откуда же? Конечно. Раньше это там среда разработки на Mac и Xcode и туда ставился вот эта часть агент. Или можно сейчас туда в Visual Studio for Mac поставить. Есть сейчас Visual Studio 2017 для Mac. Там уже все есть. То есть вы берете Mac, ставите туда в Visual Studio для Mac. Но если вы к Mac непривычны, вы просто работаете под Windows, установив соединение. Вот оно вот здесь устанавливается, вот здесь вот iOS, Zomarin, Mac. С виртуалкой, да, на виртуалке? Ну, либо на виртуалке, либо с реальной машиной, да. Купите Mac, да, реальный. Вот на Android. Да, вот здесь он мне, значит, предлагает там установить соединение. Вот он, AdMac. Но я бы добавил, видите, адрес мне нужен, у меня его нет. Поэтому уже. А адресы по IP, адресы? Ну да, в сети, они в сети должны быть. Они в сети, по обычной сети, конечно. Ну и третий компонент, это вот UVP, то, что я сказал. Вот Universal Windows Platform. Вот. Значит, вот они здесь присутствуют. Соответственно, ну если мы сейчас вот хотим сделать приложение под Android, под Android, то свойства специфичные для него задаются вот здесь. В свойствах проекта субплатформы Android. Вот она, закладочка Android Manifest. Здесь вещи, которые пойдут под Android. Под какую операционную систему, там минимальная версия, какой SDK использовать, разрешение, которое требуется. Ну, кто под Android проектировал, те знают, да, у нас там приложение, при установке запрашивает, вернее, указывает пользователю, какие ему возможности нужны. Это как раз все в манифесте прописывается. Здесь галочки мы должны расставить. Если мы данное разрешение не запросим, а попытаемся этот функционал использовать, ну, ничем хорошим это не закончится, да. В принципе, дальше можно сделать билд всего этого дела. Билд и попытаться запустить. Значит, где запустить? Нам нужен эмулятор. Ну, эмулятор поставляется с SDK, как я уже сказал. Здесь у нас студия использует стандартный SDK, который берется с Google, но оно вообще вместе со студией ставится. Значит, вот оно SDK. Сейчас я его покажу еще раз. Вот оно SDK. Вот. И вместе с ним идет набор эмуляторов, которые управляются вот здесь вот. Здесь... Сейчас он откроется у меня. Вот они. Здесь у меня сейчас четыре образа есть, да. По два образа, соответственно, в архитектуре ARM и x86. Вот. Ну, телефон, под телефон и под планшет. Их тут можно сконфигурировать, так как вам нужно, да, там, указать свойства этого устройства. Вот. И после того, как мы сбилдили наше приложение, вот здесь вот на Toolbar'е мы можем выбрать эмулятор, в котором запустить. Единственное, только там по умолчанию выбран ARM-овский эмулятор. ARM-овский. Поэтому я вот здесь перевыбрал x86. Здесь вот такая кнопочка почему-то... Вообще-то оно должно быть вот здесь вот светиться активно, но у меня просто схлопнулась панелька, поэтому надо аккуратно найти и выбрать здесь x86. Потому что на ARM-овском, у меня вот на этом компьютере, это вообще тут можно запустить и пойти пить чай, пока оно запустится нормально. Ну, а дальше, как обычно в студии, нажимаете Ctrl F5, он запускает радостный эмулятор, и в нем наше приложение загружается. Ну, у меня эмулятор уже запущен. Вот. В принципе, можно попробовать его перезапустить, если получится. Ctrl F5. Вот он пошел запускать эмулятор. Здесь у меня сейчас выбран эмулятор планшета, поэтому экран вот такой побольше. Ну, даже с x86, вот он запустил эмулятор, сейчас он будет деплоить туда приложение. А, это у нас как бы запустил, да. Да. Вот. И пытаться его там запустить. То есть он как бы запускает систему операционную на этом эмуляторе, да? Да, да. Он как бы внедряет это приложение, и автоматом запускает у него там. Вот, но при желании, на самом деле, то есть, конечно, даже с x86 эмулятором тут скорость, видите, небольшая. Если есть реальное устройство, проще соединить его по USB и через ADB, значит, на реальном устройстве запускать, это будет эффективнее. Ну, вот, похоже, зря я его закрывал, чтобы меня он тут совсем затормозил. Вот, он деплоймент делает, делает, делает. Должен его сделать рано или поздно. Не сделал. Ну, да ладно. Вот, мы давайте с вами посмотрим вот на что. На разметку Zemarin.Forms. Zemarin.Forms. Что она из себя представляет? Ну, вот здесь, допустим, главная страничка. Вот она. Это ZAML, да, ZAML. Ну, практически тот же, что и в WPF. Вот, то есть XML, где мы... Item template. То есть, если вы изучали, допустим, WPF, то 95% или 90%... Binding guidance. Ну, да. Вот, он, соответственно, вам это все пригодится. Ну, вот здесь вот список, список, да, здесь такое простейшее приложение, список заметок, куда можно заметки добавлять, там просматривать и так далее. Ну, вот что-то он у нас с эмуляцией... С эмуляцией ему поплохело, да, вот у него... Вон, deployment идет, идет, идет. И, похоже, он так и не закончится. Бывает. Хотя вот только что работает. Ну, ладно. Ошибок вроде бы и нет. Вон он, видите, крутится, крутится, крутится. Может, у него бывает иногда он связь с эмулятором потерял, и все. Не задеплоил его. А, вот оно, вот оно у нас в приложении. Сейчас мы его сами запустим. Оно задеплоилось, он почему-то... Вот оно. Вот наше приложение. Ну, это из шаблона, там, мастер детейл. Здесь две закладки, браузер и баут. На браузер вот наш список. Это вот этот самый список. Вот он, лист вью, который мы здесь проектировали. Вот этот лист вью присутствует. Вот можно отдельную заметку посмотреть. Вот, вернуться назад. Можно добавить новую заметку. Здесь у нас другой, соответственно, разметочка. Вот она у нас есть, вьюшечка. Значит, new item page. Вот она, вот у нас элементы управления. Это все элементы управления Xemarin.Forms. То есть, прелесть-то в том, что сейчас у меня это работает на андроиде, но с тем же успехом и на маке будет работать, и интерфейс будет, в общем-то, такой же. Ну, если у меня мак, то можно было бы его скомпилировать. Вот. То есть, вот здесь что-то там, вартуальная клавиатура у нас появилась. Что-то он реально у нас... А вообще должен там он как-то конфидентировать. Нет, на каком-то эмуляторе я это запускал. Может, другой эмулятор был. Вот. Ну, собственно, сейв, да, вот оно у нас добавилось. Ну, вот примерно так начинается разработка на замарине в студии. То есть, создали шаблон. Сейчас здесь шаблон Master Detail. Если он вас не устраивает, то вы просто выбираете там Wizard и Blank, и, соответственно, начинаете разработку. Пока вы пользуетесь общими вещами, то вы можете вот в эти проекты даже не заглядывать. То есть, вот в основной части вести разработку. Но если хотите воспользоваться там функциями специфичными для API конкретной операционной системы, то придется, соответственно, залезть в проекты с субсистемами и там их использовать. Вот спрашивают, когда надо лезть в проект андроида? Когда, я повторюсь, когда вы хотите воспользоваться функцией специфичной для андроида, которой нет в замарине? В замарине же там только общие вещи. Поэтому... Даже интересно, например. Ну, тоже, да. Вот что-то загрузить фотографию, например, в приложение. Или что-то, может быть. Или как-то... Нет, например... Взаимодействие с чем просто? Например, даже контролы. То есть, даже визуальные элементы, не все, которые есть в Xemarin.Forms, они далеко не все, что есть вообще в мобильных системах. Даже не вьюшка, а именно контрол. Ну, типа кнопки, да, вы имеете в виду что-то такое? Да, под контролом, понимаете? Элемент UI. Элемент UI, не только элемент UI, элемент API. Элемент API. Вот, это называется платформа-зависимый. Код его можно писать как в самом C-Sharp, так и даже в замеле. Там можно делать куски, которые будут на разных платформах работать. То есть, для одной платформы одно, для другой платформы другое. Есть еще такая штука, как dependency service. Вот, это вот еще один такой механизм написания платформы-зависимых вызовов. Ну, там, я не знаю, допустим, там, функции получения информации о самом устройстве. Да. Там, или функции работы с ядром. Они же у каждого, соответственно, будут свои. То есть, допустим, ну, я не знаю, простейший элементарный пример. Вы хотите получить там номер билда какого-нибудь андроида, да? Номер билда ядра андроида, да? Это же ядро линукса. Ну, вот, о специфических функциях речи идет. А как оно все там крутится у них, там, например, на том же андроиде? Там, типа, КЛР какой-то на андроиде ставится? Или как это происходит это все? Или так при компенсации? Да, значит, смотрите, да, на андроиде там ставится ЦЛР. ЦЛР. А как она? Я должен ее пользователем поставить. Она идет уже... А она вместе идет. Замо уже идет вместе с ЦЛР. Нет, с вашим приложением. А, в этом приложении шито вот этот КЛР, как говорится. Да. И в ВИОС так же получается. Ну, это понятно. Ну, да, получается, что... Так оно тормозит ли это вся эта шляпа? Ну, может подтормаживать, конечно, да. На самом деле, эта штука такая весьма громоздкая. То есть преимущество Zemarine и Zemarine Forums в том, что вы быстренько под несколько платформ пишите. Как только начинаются вот эти заморочки с вещами специфичными, то все становится очень, да, не так радужно. То есть очень громоздко становится. Очень громоздко. Ну, а другие варианты – это просто делать отдельные проекты, да, полностью проекты. Там вроде все красиво, только работы в несколько раз больше. Так, еще вопросы есть какие-нибудь? Уточните про Windows-платформу. Туда входит Windows. Я просто совсем вообще не знаю ее. Я слышу, туда это под Windows... Например, я сделал под Windows-юнерсом UEP, да? На Windows-фоне 8.1 я могу запустить это приложение? Там WinRT-шное. Нет, это новая вещь. То есть это новая вещь, это новая вещь, это новая вещь. Это Microsoft новая API делала. Новая API. То есть это после восьмой версии Windows-фона, да? Да, это уже после... Это под Windows-10. Под Windows-10. Под Windows-10. Под восьмой, по восьмой, по восьмой, на Zemarine я не накатаю, получается. Там при выборе проекта она спрашивается. Так не получается, если я хочу под восьмерку и под десятку, мне надо два... Там начнутся вопросы с размещением этого приложения в магазине, Microsoft-овском, да. Но другой вопрос, а вот кому оно надо сейчас? Это другой вопрос. Ну, мы понимаем, если вы... Да, да. Я что-то их пока не видел, продажи или пока нет. Ну, вот по идее там API, это вот это самое Universal Windows Platform. Ну, это как, знаете, с переходом с Windows Phone 7 на Windows Phone 8. Оно же тоже полностью поменялось. И с 8.0 на 8.1 тоже сильно поменялось. Так что Microsoft там много чего поменялось. В Windows-10 мы рассчитываем на то, что это по 10-й, который, в принципе, должен... Вот он уже вышел, и он должен... Ну, вот у нас настольный-то есть Windows-10, там-то USB-10 работает. Все нормально. Так, а мне толку так... Ну, а с Zemarine, да, мне толку, кстати, Zemarine, типа, с настольный этот пока уже не будет плохо. Ну, понятно, понятно, понятно. То есть они... Нет, ну, реально, на самом деле, сейчас же реально разработчики мобильные ориентируются на Android и iOS. Я могу здесь вообще сейчас этот проект UVP... Видите, я его тут вообще убрал, чтобы он меня не смущал. Я его здесь выгрузил. Все, cancel нажал, все, он его не создал. Все, не надо мне UVP никакого. Вот два проекта. То есть я уменьшил количество подсистем, мне же легче. Вот. Интересно. Ну, вот здесь классический вопрос задают, да, насколько это все будет медленнее. Надо понимать, что любая прослойка привносит свой overhead. Вот. Ну, если, опять же, речь идет об обычных устройствах, да, мы там ничего специфичного не используем, то почему нет? Если речь идет о, допустим, каких-нибудь трехмерных играх, вы там на самом деле все равно задействуете библиотеки OpenGL и так далее. А я вам говорил, что для Zemarin есть библиотеки дополнительные, да, вот Monogame, например, да, Monogame, которые позволяют напрямую этот OpenGL для трехмерных игр, кажется, использовать, да. Вот, есть еще вариант использовать Unity, Unity, как его там. Вот, он тоже в студии есть такая возможность, тоже можно задействовать. Unity – это, как бы, тоже вариант разработки приложений, тоже под несколько у нас устройств. Ну, прямо отвечает, да, определенный overhead, конечно, будет, он всегда есть. Другое дело в том, что в большинстве случаев он вполне себе допустим. Надо помнить, что тоже приложение в Android, да, оно же все равно на Java пишется, оно же все равно в виртуальной машине Delvick работает, да, там все равно тоже есть прослойка. Вот, сейчас там уже, да, там сейчас они поменяли, изначально был Delvick, сейчас как она там, да. Вот, если брать iOS, то там же ваше приложение будет конвертироваться в нативное, да. Почему? Почему я говорю, что нужен компьютер Mac, да, хотя бы в виртуалке, потому что вот то, что мы сейчас скомпилируем здесь под iOS, вот этот проект, да, это не готовое приложение для iPhone, его надо переслать на Mac, там оно будет конвертировано в нативное приложение. Ну, какой-то overhead, конечно, останется, но в остальном это будет уже конечное нативное приложение. У нас с вами большой семинар подошел к концу. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok